Польская армия будет воевать в Украине, несмотря на некое обострение в отношениях Украины и Польши через протесты польских фермеров. Поляки продолжают поддерживать Украину, которая борется с агрессором. Кроме того, эта поддержка значительно выросла. По данным опроса, который проводили в Польше, стало известно, что выросло количество поляков, которые поддерживают отправку польской армии в Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса United Sirius, какую помощь Польша должна оказать Украине. Не стоит забывать о том, что Польша является одной из мишеней Российской Федерации. И, как мы видим, на протяжении последних лет очень много со стороны Кремля, а также различного рода пропагандистов, было сделано таких заявлений недружественного характера по отношению к Варшаве. Давайте перейдем к конкретным цифрам. В вопросе говорится, что идею отправки войск в Украину поддерживают 9,4% граждан Польши. И очень примечательно, что в 2023 году такую идею не поддерживал никто. Идем дальше. За разрешение польским гражданам участвовать в боевых действиях в Украине высказались за 27% респондентам, в то время как в прошлом году их было всего 3,4%. Следующие показатели куда больше и касаются они передачи Украине вооружения. По данным опроса, 67,6% поляков выступают за предоставление силам обороны Украины военного снаряжения, а именно амуниции, личного оружия или гранатометов. За предоставление тяжелой техники, включая танки и самолеты, высказались также за 54,1% опрошенных. Это если говорить о военной поддержке, но не уменьшаются, а растут и другие показатели. Например, поляки поддерживают оказание гуманитарной помощи Украине 75%, а частично это связывают и с периодическими российскими воздушными атаками Украины, когда ракеты залетают и на территорию Польши. Например, из последнего в ночь на 24 марта российская ракета залетела в страну на 39 секунд. Во время полномасштабной российской агрессии против Украины продолжается и гибридная атака на Польшу в контексте миграционного кризиса на границе между Белоруссией и Польшей, но также есть риски подобного рода гибридных атак со стороны Калининградской области Российской Федерации. Но все же, польские эксперты одной из главных причин роста поддержки идеи отправки польских войск в Украину считают так называемый эффект Макрона. Здесь надо напомнить, что до этого французский президент неоднократно высказывался об этом. Мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не победила. Имеет место быть солидарность с таким важным союзником по Североатлантическому альянсу, как Франция. И тут также это может быть связано как в контексте тесных исторических связей между двумя странами, так и в контексте современной повестки дня. Но в частности связаны с тем, что сейчас восстанавливаются отношения в рамках Веймарского треугольника между Польшей, Францией и Германией. Также об этом высказывался премьер-министр Словакии Роберт Фитц. Он заявлял, что несколько стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки солдат в Украину на двусторонней основе. Наличие таких заявлений и результатов соцопросов – это, безусловно, хороший знак. И говорит о том, что Путину не удалось сломить единство Европы в вопросах поддержки Украины.